Коллеги, здравствуйте. Давайте настраивать наши технические моменты. Пожалуйста, в чат пишите, как вы меня слышите, все ли в порядке. Так, замечательно. Значит, пока мы все собираемся, я хочу вам рассказать несколько важных моментов, которые произошли за последние два месяца. И первое, конечно, событие, это событие, которое уже в 18 раз проходит в Германии в виде международного юридического коммунизма. Вот как раз вот эти люди, это Марк Розенберг и его супруга Керстин Розенберг, с которыми, вы знаете, у нас между нашими ассоциациями подписано соглашение о сотрудничестве и развитии. Это одни из немногих ассоциаций в мире, которые смогли аккредитовать свои образовательные программы при государственных университетах и фактически выдавать свидетельства, которые позволяют специалисту легально работать в рамках налогового поля. Много было интересных встреч с интересными людьми. Вы видите фотографию, где в центре расположен доктор Гупта. Это духовный наставник Марка Розенберга, который возглавляет очень большую клинику в Индии и занимается достаточно экзотической проблемой, хронической почечной недостаточностью, достигая просто блестящих результатов, о чем он докладывал и в Германии, и потом в Италии. А рядом с ним стоит доктор Ануф Такар. Я бы хотел на нем отдельно остановиться, потому что это проректор Гуджарадского университета, с которыми у нас есть договоренность о создании совместной образовательной программы для членов нашей ассоциации, в том числе с очным обучением на площадке Гуджарадского университета. Сейчас мы формируем все юридические возможности к этому, и как только все будет удачно, доктор Такар прочитает лекцию для членов нашей ассоциации, более подробно расскажет о всех договоренностях, которые мы решили. Что касается вот этого человека, это президент Гуджарадского университета, но сейчас он вице-президент, буквально вот осенью он ушел с этой должности, полностью сосредоточился на работе в своей клинике, доктора Джишкотеча, который в следующем месяце будет читать очень интересную лекцию по Адмитхату. Получается так, что ту же лекцию, которую буду читать я вам, но на основе уже, конечно, глубоких источников сопоставления и 30-летнего опыта практикующего врача в области июрведы, он является в том числе и главным директором, главным врачом клиники, где мы договорились, что специалисты нашей ассоциации будут проходить практику. Поэтому пометьте себе, чтобы на будущее знать, что такая возможность тоже будет существовать, и об этом мы вам расскажем позже. Был потрясающе интересный доклад доктора Вольганка Чейшингера, который живет в Австрии. Он работает с Махариша-Айурведой, в основном препаратами Махариша-Айурведы, и вот уже на протяжении трех лет занимается изучением вариабельности ритма сердца и докладывал очень научно глубокий доклад по 24-часовому мониторированию сердечного ритма вместе с Австрийским университетом. Они это проводили, скажем, в физиологии, где показали, что у пациентов, принимающих детекционную терапию препарата Махариша, наблюдаются достоверные изменения, которые мы можем видеть с помощью метода HRV. То есть, хатрит вариабельти или вариабельность ритма сердца – это тот метод, на котором работает, как вы знаете, прибор гидокульс, что вдвойне приятно, что появляются такие исследователи, которые независимо начинают подтверждать. Доктор Несари возглавляет кафедру Дравья Гуны в одном из университетов и юридических Дели. И сейчас она готовит для наших членов ассоциации большой цикл по Дравья Гуне, который будет читать, наверное, уже в следующем 2017 году, с тем, чтобы все мы вместе погрузились более глубоко во все особенности материи медика и юридической медицины. И были встречи с коллегами из различных других стран, в частности, была встреча с Францем Рудсом. Это не эта фотография, это наши коллеги из Прибалтики, с которыми мы планируем целую серию вебинаров по диабету провести, потому что они возглавляют врачебное общество классических западных врачей по диабету, и в то же время практикуют и занимаются июрведой, получают очень замечательные результаты. А вот Франц Рудс – это швейцарский психолог, который был в составе экспертов. Сейчас мы тоже планируем сделать его вебинар. И вы знаете, что Швейцария единственная страна, которая легализовала статус аюрведы в качестве метода профилактики и страховой медицины могут врачам оплачивать время, а пациентам возвращать их деньги, если они были потрачены именно в этом направлении. Это, конечно, большое достижение, это первый прецедент такой серьезный в мире, и он поделится опытом, как им это удалось и как им дальше развиваться. Думаю, всем нам это будет очень интересно. Этого человека, вы знаете, это научный куратор нашей ассоциации, это мой научный наставник личный, доктор Рамма Нохорс, с которым мы проводили исследования совместные. И он был один из основных спикеров на Конгрессе и в Германии, и в Италии. И сейчас, вы знаете, у нас идет его цикл, он читает лекции для, в том числе, членов нашей ассоциации, но читает на английском языке. Поэтому все, кто может воспринимать эту информацию, к сожалению, пока этот цикл без перевода, вы можете присоединиться и послушать просто энциклопедические знания, которые есть в голове этого человека с его не только научным, но и клиническим опытом. Отдельно хотел бы остановиться на Конгрессе, который прошел в Италии. Сейчас уже мы будем начинать. Я надеюсь, все, кто опаздывает, уже добежал к нам. Еще несколько слов. Вы видите справа на фотографии доктора Антонио Маранди. Обратите внимание, что в центре его духовный наставник, без которого, как говорит сам Антонио, фактически развитие, наверное, Ирведы в Италии не было бы возможным. И сейчас мы договариваемся о том, чтобы оба этих знаменитых ученых приехали к нам в Россию и могли прочитать очные вебинары для членов нашей ассоциации, вдохновив их на развитие Ирведы в России. Обращу ваше внимание на человека, на этой фотографии, это Ганс Ринер. Очень известный австрийский юридический специалист, который наверняка у многих у вас есть в библиотечке его блестяще переведенная на русский знак энциклопедия Ирведы, которую он сейчас дополнил, изменил. И вот мы ведем переговор о том, чтобы переработанное издание перевести. Поэтому если среди вас, коллеги, есть люди, кто хорошо владеет немецким языком, нам действительно нужна очень ваша помощь. Мы бы могли вас включить в команду экспертов, кто будет заниматься переводом этой книжки. Пожалуйста, обращайтесь. Будем рады вашей любой помощи. Отдельно я хотел бы остановиться на моей встрече. То есть мы заочно давно знакомы. Вот очно тем человеком только на Конгрессе в Италии. Это доктор Атрея Смит, который читал лекцию для вас не так давно, по-моему, в середине лета. И это человек, который получил высокое посвящение от хранителей юридической традиции в Индии на то, чтобы адаптировать западные травы, описывать их с точки зрения юридической кинстисологии. На самом деле на это нужно иметь мужество. И сегодня в моей лекции, кстати, некоторые западные растения, которые я буду цитировать, они как раз имеют юридическое описание благодаря титаническому, по-настоящему титаническому труду доктора Атрея Смит, который сейчас, как он сказал, уходит в отшелье чисто, потому что ему нужно писать еще несколько книг. Он сам американец. После обучения в Индии он приехал в Швейцарию, где организовал свою школу. Кстати, у него есть, правда, на французском языке замечательное онлайн-образование, поэтому если есть желание, посмотрите вебинар, он там определенные контакты оставил, можете связаться. Но должен сказать, что у него есть блестящие книжки, которые выпущены на английском языке. Если будет возможность у вас их почитать, это, конечно, углубит ваши знания в области юрведа. Еще несколько орг-вопросов, на которых не нужно обязательно остановиться. Это международный форум ProPulse 2016, который мы организуем в Белграде, в Сербии, в центральной гостинице, гостинице Москва, на которой соберутся со всего мира. Планируется, что около, сейчас уже, во всяком случае, там не менее 25 стран участниц. Мы планируем, что их будет больше, до 50 стран участниц, делегаций с разных стран. Это люди, которые занимаются юрведой, которые занимаются пульсовой диагностикой и в юридической традиции, и в китайской традиции. Будут замечательные мастер-классы, будут замечательные лекции. И я, конечно, хотел бы вас пригласить, но главными спикерами буду я, и будет наш научный куратор, доктор Рам Монохор. Он прочитает, я его попросил подготовить клинические кейсы на основе его опыта, курирования пациентов в его клинике, для того, чтобы сформировать фундаментальные теоретические знания по модулю Нидана. И он прочитает лекцию по Субдошам и по Агнедхату. Поэтому, я думаю, это будет бесценная лекция. Я вас приглашаю их обязательно послушать. Туда поедет большая команда, в том числе других экспертов, которые будут рассказывать вам о многих очень важных вопросах. И китайской медицины, отдельные лекции у нас будут о ГРВ-диагностике, газоразрядной визуализации. Поэтому, пожалуйста, приезжает. Шая команда помощников едет. Все это будет на очень серьезном уровне. Мы будем вас рады видеть. И скажу, что для членов ассоциации мы делаем беспрецедентную скидку на участие в Конгрессе. Вы получите, если вы являетесь текущим членом, вы получаете 25% скидку на участие в нашем Конгрессе. Я думаю, что это тот маленький бонус, который для вас может сделать наша ассоциация с тем, чтобы как-то компенсировать некоторые затраты, которые все равно при этом возникают. Искренне будем рады вас там видеть. Так, я хотел еще рассказать о том, что на нашем сайте национальной юридической ассоциации появилось новшество. Но еще пока не загрузилась эта презентация. Может быть, тогда я покажу ее чуть позже на перерыве или сразу после. Пока еще она на площадку грузится. Поэтому давайте начнем нашу лекцию. Я надеюсь, что меня также хорошо слышно. Я камеру отключу, чтобы не тормозил интернет и не тормозил интернет. Непосредственно уже на теме нашей лекции. Итак, агнитату. Тема кардинально важная в работе любого практикующего специалиста в области аюрведы. К этой теме начинают подходить люди спустя 5-7 лет практики, когда пытаются понять, что не просто оценкой ДОЖ заканчивается клинический анализ функционального состояния пациента. И когда человек, когда специалист подходит к этому рубежу своего развития, безусловно, перед ним встает вопрос, каким же образом необходимо оценивать состояние тхату. Но давайте, во-первых, определимся с тем, а что из себя представляет, что такое тхату. Какой смысл вложен в первоисточниках в это понятие. Если буквально переводить с санскрита слово тхату, то, наверное, самое близкое понятие будет означать то, что лежит в основе. Если не знать предыстории, то достаточно сложно связать это с какими-то физиологическими, морфологическими процессами состоянием в нашем теле. И погружение в первоисточники дает представление о том, что тхату это определенные оболочки тела, которые являются вместилищем и в то же время основой для трансформации энергию, которое одно вместилище или оболочка, оно как бы передает на следующий уровень. И у нас в современной медицине абсолютно отсутствует такое понимание строения тела человека, поэтому с точки зрения семантической близости большинство исследователей связали это понятие тхату с понятием тканей. Говорят о том, что согласно Айурведы человеческое тело состоит из семи тканей. Но когда мы говорим слово ткань, сразу на ум приходит гистологическая ткань, которая формирует наш физический каркас. Отчасти это верно, но с точки зрения гистологии и эмбриологии та теория, которая вкладывается в медицинском вузе, она немножко не соответствует тем воззрениям, которые вкладывает Айурведа в понятие тхату. Поэтому мы безусловно будем апеллировать понятием, что тхату эта ткань нам так проще будет и понятнее. Мы попытаемся найти сегодняшнюю лекцию некоторые физиологические эквиваленты всех этих семи тканей и понять, как это все функционирует. Вассан-клат он приводит следующую схему, показывая, что чтобы понять, как трансформируются энергии в одной ткани и потом сублимированная форма энергии передается следующей ткани в виде некой квинтэссенции отжаса с тем, чтобы фактически оживлять ее работу. Показано, что фактически все начинается с раса тхата, вместилище. Видите, это не как тело, а как некое вместилище, некий компартмент, который обозначается санскридским термином раса. Это вместилище трансформирует что? Оно трансформирует в первую очередь, как мы выясним позже, все нутриенты, поступающие с пищей в желудочно-кишечном тракте, а также прану, которая поступает из легких. И далее эта квинтэссенция энергии передается по всем дальше лежащим структурам рак, тамамса, меда, астхи, маджа и шукра, которые на выходе генерируют квинтэссенцию всей энергии нашего организма. Это отжас. И отжас это то, без чего существовать наш организм не может, потому что это энергетическая основа, если хотите, нашего организма. Так, условно можно разделить, конечно, это не дает анатомическое представление того, как на самом деле это существует. Ну, во всяком случае, какое-то образное понимание есть. Так, какие есть методы оценки Агни-тхату на сегодняшний день в Ирведе? Когда мы говорим Агни-тхату, вводится новое понятие Агни. Агни буквально можно перевести как метаболизм. Тогда получается, что Агни-тхату это метаболизм, который происходит в тканях или некая трансформация энергии, которая происходит в определенной оболочки тела, одной из семи оболочек тела, для того, чтобы поддерживать его жизнедеятельность. Эти оболочки могут испытывать влияние со стороны факторов окружающей среды и в том числе влияние со стороны ДОШ. И если ДОШ проникает и в рамках сампрамки патогенеза фактически локализуется и развивает свой дисбаланс, это запускает определенные симптомы дисбаланса метаболизма в тканях и дисбаланса трансформации энергии в соответствующие местилища оболочки, которые проявляются клиническими симптомами. Поэтому первый метод оценки и самый главный, наверное, самый основной метод оценки метаболизма тканей, я буду применять этот синоним, ну, конечно, клинический. Клинический он основан на определенном ряде симптомов, которые сегодня мы тоже с вами изучим. Второй метод это пальпаторны, он основан на знании юридической пульсовой диагностики, вы знаете, что как минимум три школы пульсовой диагностики на следующий момент доминируют в Индии популярные одноуровневые, которые большинство специалистов знают. Более сложная система трех уровней, которую прекрасно описал в своих книжках доктора Трея Смит. И эзотерическая традиция, хранителем которой является доктор Васан Клад, мы об этом много писали в наших статьях, посмотрите, так называемая семиуровневая оценка функционального состояния. Некоторые специалисты говорят, что это не классическая школа, но мое общение с ведущим юридическим специалистом все-таки склоняет меня к мысли, что эта эзотерическая традиция существует, есть хранители пульсовой диагностики. О истории пульсовой диагностики мы поговорим в следующий раз. Сейчас третий метод оценки Агнит-Хату это инструментальный, но понятно, что он не описан не в канонах, он не описан в источниках. это то, что формирует с современной технологиями, с современным прогрессом, с тем, и об этом я тоже немножко расскажу, потому что на сегодняшний момент объективный анализ состояния Агнит-Хату возможен, и это, конечно, усиливает наши возможности. Итак, о клиническом уровне оценки мы говорим позже, когда перейдем непосредственно Агнит-Хату. Сейчас в целом поговорим, каким образом оценивается метаболизм ткани или Агнит-Хату с помощью нади-вижняна, то есть пульсового анализа. Оценить состояние Агнит-Хату можно только, если вы знакомы с школой, которая говорит о семи уровнях пульса, и описывается, что когда все трансформации энергии в местилищах идет нормальным образом, то не проявляется патологических пульсовых толчков, и пальпаторно их прочувствовать нельзя, невозможно, вы их не чувствуете. Но если же возникает нарушение и в результате того, что во внестилище накапливается АМО, которое обычно связывается с токсинами, но большинство специалистов, и очень много этому уделялось внимание на конгрессы в Германии и в Италии, в частности, доктор Аджкотешек тоже будет об этом говорить, что не совсем правильно понимать АМО как токсины, правильно ее понимать как определенные метаболиты, которые возникают в организме, и они в норме должны либо полностью проходить свой метаболический цикл и удаляться, если они это не проходят, то происходит накопление. Вот очень классический пример, если вы после длительного отсутствия физических тренировок пошли в тренажерный зал и позанимались, у вас мышцы начинают тяжелеть от накопления молочной кислоты. Фактически молочная кислота это промежуточный метаболит, который начинает накапливаться в Мамсадхату, связанный с внешним физическим воздействием через некоторое время Мамсадхату компенсирует ее выведение, но это такой очень простой понятный пример, если говорить о нарушениях метаболизма хронических, которые возникают с нарушением трансформации химических веществ в энергетические и пластические субстанции, то начинает накопление, начинает формироваться вот это накопление, АМИ, которое безусловно потом дает клиническую симптоматику, именно поэтому АМИ очень часто связывают с понятием токсины. Я попытался до вас довести ту дискуссию, которая как раз была на Конгрессе по поводу АМИ. Итак, если она накапливается, либо ДОШа, выходя из равновесия, начинает локализоваться в той или иной ткани, то возникает патологический толчок, который при определенном уровне чувствительности специалист практикующий пульсовую диагностику ощущает, но ощущает он это исключительно на пятом уровне пульса. То есть это высший пилотаж, потому что просчетать первый уровень могут практически все из вас, просчетать пятый уровень сложно, я сейчас объясню чуть ниже почему, но мало этого, нужно просчетать не только курсовой толчок, ну и просчетать так называемый гати пульса, гати это характер движения, те кто был на моих очных семинарах, где я обучаю пульпаторно-пульсовой диагностики, знают, что это такое, но гати пульса в том числе можно увидеть инструментально, сегодня я вам этот слайд покажу, потому что именно определение патологического пульсового толчка пульпаторно вместе с гати пульса дает ту важную характеристику с точки зрения понимания физиологических изменений, которые нужны клиницисту для того, чтобы сопроводить свою клиническую логику с теми симптомами, которые он видит у пациента. Итак, пятый уровень, что это за пятый уровень? Первый уровень пульпаторного анализа, посмотрите на курсор, который я показываю, это верхушка, перед вами классическая пульсовая волна, которую мы пощупаем на лучевой артерии, вот этот рисунок я разбираюсь со студентами в своем медицинском университете, и большинство человек пальпирует пульс, фактически пальпирует эту перкуссионную волну, так называемую, которая формируется в виде волны напряжения в сосудистой стенке. Так вот, уровни, это погружение пальцев рук все глубже и глубже в пульсовую волну. Пятый уровень, это примерно где-то посередине цифры 6, если мы смотрим первый рисунок, или посередине цифры 1. То есть, это, во-первых, субъективно скалибровать это погружение настолько сложно, это действительно необходимо годы практики, ну, вот примерно этот пятый уровень, поэтому есть много псевдодиагностики, если вы по-настоящему не владеете псевдодиагностиками. Что при этом нужно ощущать? При этом нужно ощущать путем пространственного развлечения, который психофизиологи называют стереогнозисом, пульсовой толчок не просто под пальцем указательным, средним или безымянным. Необходимо как минимум эти пальцы на уровне внутреннего субъективного ощущения разделить на три большие зоны, каждая из которых будет принадлежать и отвечать за ту или иную ткань, ту или иную тхату. И перед вами рисунок, показывающий, каким образом пальпируется агнит хату при семи уровнях пульсовой диагностики. При этом безымянный палец расположен таким образом, что он ближе к сердцу, указательный палец расположен таким образом на лучевой артерии, что он ближе к кисти. Это очень важное положение, потому что если вы неправильно поставите пальцы, вы не сможете правильно определить. Затем идет погружение на пятый уровень пульса и мы начинаем локализовать пульсовые толчки, которые мы ощущаем. Сейчас, пока я говорю, можете попытаться провести этот анализ, пропальпировать лучевую артерию, насколько возможно субъективно погрузить пальцы рук, пережав примерно пять седьмых артерий, если уж быть точно с математической точки зрения. И я уверен, что мы все люди здоровы, патологических толчков не найдете, но если, например, вы находите патологический толчок в проекции указательного пальца в максимальной проекции, то это будет указывать на то, что изменен метаболизм аст-хит-хату, а если при этом вы пропальпируете еще и гати, характерный, например, для движения змеи или сарпагати, то можно указывать, что, скорее всего, этот метаболизм в аст-хит-хату вызван проблемами, связанными с вата-доши. Ну вот общий принцип пульсового анализа, как он ведется по оценке агнат-хату, я вам сейчас рассказал. Что касается инструментального метода, то мы, конечно, не можем пройти мимо физиологической теории, которая лежит в основе развития этого метода. Это теория, которая появилась благодаря нашему советскому академику Петру Кузьмичу Анохину. Это создатель теории функциональных систем. И когда я читаю лекции за рубежом, к сожалению, нашу физиологическую школу абсолютно не знают зарубежные врачи и ученые, и для них это просто открытие. Почему? Потому что именно наша советская школа казалось бы наш свой атеизм сформировала концепцию, которая с научной точки зрения объясняет существование ДОЖ, СОБДОЖ по юридической традиции и меридианов, если вы хотите, в китайской традиции. Как раз я очень настойчиво вам рекомендую почитать книжку его ученика профессора Судакова, кто сейчас возглавляет кафедру физиологии. Эта книжка так и называется теория функциональных систем, где функционирование нашего организма рассматривается не просто как сумма отдельных органов, функционирующих изолированно, а как именно функциональные системы, которые объединяются для получения полезного приспособительного результата. Так вот, один из принципов, которые Анохин и Судаков обозначили как голографический принцип организации функциональной системы, говорит о том, что в деятельности любого органа, и вот я скобочкой привел понятие сердца, отражается его включение в деятельность различных функциональных систем организма. Это говорит о том, что если мы можем биоритмику органа регистрировать каким-то биофизическим сигналом, то фактически из этой периодограммы регистрации некоего полезного сигнала о деятельности органа можно вытащить информацию в том числе и о деятельности других органов. Это, конечно, революция. И еще на заре своей молодости, когда я только начинал изучать препатурную пульсовую диагностику, задавался вопросом, каким образом человек, пальпируя пульс, может узнать о проблеме с печенью, как ученые, получившие западное классическое образование, я скептически относился к этому. И вот эта теория, она как раз является тем мостом между эмпирическим опытом формирования пульсовой диагностики как системы знаний, прошедшей фильтр истории многодескелетней и современными технологиями. Еще раз настойчиво рекомендую вам посмотреть эту книжку. Так вот, посмотрите, мы с вами регистрируем периодограмму изменения длительности сердечного цикла, и это периодограмма фактически имеет суперпозицию, то есть наложение большого-большого количества физиологических сигналов, и в конечном итоге мы видим суммарный сигнал. Вот если этот суммарный сигнал попытаться разложить, то можно вычленить определенные частотные диапазоны, которые могут быть связаны с деятельностью тех или иных систем нашего организма, или правильно обозначать их функциональных систем. Основываясь на этих предпосылках и развивая эту теорию, мне удалось разработать алгоритм, который я в определенной степени пропагандирую, привлекая внимание многих специалистов с тем, чтобы вместе с ними пытаться разобраться во всех этих сложностях биофизических хитросплетений. Перед вами три классических сигнала. Я обещал вам показать гати, которые мы можем определить с помощью ордии интервалограммы. Верхний график это сарпагати, пульс кобры. Средний график это мандукагати, пульс лягушки, характерный для человека с пидой конституции. Верхний график это хамсагати, пульс лебедя, характерный для человека с капхак конституции. Таким образом есть возможность понимания того, каким образом на письмники сердца влияют души, каким образом они моделируют синусную активность сердца, изменяя его ритм. И с помощью спектрального анализа волновой структуры ритма можно вычленить определенные спектры с определенными частотами, их мощностью, с тем, чтобы понять, какая на сегодняшний момент система функциональная доминирует и соответственно дать ей некое количественное описание. Итак, мы с вами поговорили о трех основных классических способах определения Агнидхату. И сейчас мы остановимся непосредственно я вам показываю скриншоты программы Ведопульс, где как раз можно количественно это все отобразить, получить, посмотреть. Вы видите, что есть два базовых рисунка. гистограмма круговая диаграмма. Гистограмма это фактически то, что вы пальпируете пальцами рук, но единственное, что она разделена на три категории в июрведической практике. Патологические изменения Агнидхату это бинарная система, она либо есть, либо ее нет. С физиологической точки зрения патологическое состояние мы попытались разделить на два, на наш взгляд, маргинальных оппозитных состояния это напряжение Агнидхату это некое истощение Агнидхату, потому что с точки зрения клиники это немножко разное состояние и зеленый диапазон норма, красное напряжение, желтое истощение. Что касается круговой диаграммы, то здесь стрелками показано взаимодействие между вместилищами Агнидхату с помощью тончайших каналов, которые называются Шротас или Сротас по разной транскрипции и если мы видим зеленые стрелочки соответственно квинтэссенция энергии передается в достаточном количестве если мы видим красные стрелки то скорее всего есть блоки связанные с АМО если мы видим желтые стрелочки то это говорит о том что недостаточное количество энергии трансформируется в предыдущей ткани и соответственно последующая ткань не получает достаточного количества питания с тем, что нормально функционирует, что, естественно, может привести к определенной металлогии. Итак, поговорим о красотхату. Это первая ткань, которая описывается в первоисточниках. И если пытаться переводить те шлоки, которые об этом говорят, то все они указывают на то, что фактически это некая эссенция, которая возникает благодаря сложному процессу трансформации поступающих веществ в желудочно-кишечной трубке, трансформации с помощью джатар-агни и извлечению с помощью джатар-агни вот этой эссенции, которая, безусловно, запасается в структуре, которая в последующем подвергается гидролизу, извлечению энергии уже на уровне клеток и тканей. И вот эта эссенция переваренной пищи, она разносится во все ткани и, как правило, как правило, ее связывают с плазмой крови. Это верно, но не до конца. Пытаемся разобраться, почему. Дело в том, что наши клеточки, нашего организма, они способны нормально физиологически функционировать только при одном условии. Это условия очень простое. Они должны быть в жидкой фазе, в жидкой среде. И вот этот жидкий окружающий мир для наших клеточек, всех наших тканей, как раз организует ткань, которую можно обозначить как интерстициальная жидкость. Или врачи ее знают, как тканевая или жидкость межклеточного вещества. Так вот, с точки зрения современной физиологии, именно интерстициальная жидкость является истинной внутренней средой нашего организма. Вот это так же, как вот если вы сейчас сидите в какой-то комнате, и вот атмосферный воздух этой комнаты является истинной газовой средой этой комнаты. Так же и интерстициальная жидкость, это вот истинная внутренняя среда нашего организма. Вот это и есть раса тхату, которая содержит в своем составе те вещества, которые возникают в результате процесса пищеварения, безусловно, они переносятся плазмой, но раса тхату формирует некое постоянство этих нутриентов на протяжении всего организма и формирует как бы вот этот первую капсулу, первую оболочку, которая является питательной средой для того, чтобы под этим циклом шла трансформация энергии. К внутренней среде организма помимо интерсоциальной жидкости, как я уже сказал, безусловно, относится и плазма крови, которая фактически является магистральными такими шоссейными дорогами, если хотите, по которому внутренняя среда обменивается необходимым количеством пластических энергетических субстратов и безусловно является лимфом. Почему? Потому что если мы дальше сейчас с вами будем смотреть на клинические симптомы, которые связаны с нарушением нормальной работы расатхату, то мы заметим, что очень многие симптомы так или иначе касаются лимфатической системы нашего организма. И лимфа, как дренажная система интерстиция, лимфатическая система, как дренажная система интерстиция, она фактически обуславливает поддержание гомеостаза или постоянство всех необходимых веществ, нужных для того, чтобы извлекать энергию для следующих тканей. Ну, далее, современный физиологический эквивалент понятия расатхату, немножко расширили наше представление, теперь давайте поговорим о том, что будет происходить, если возникает патологическое состояние. Это патологическое состояние мы с вами разделим на два варианта, это истощение агни расатхату, если правильно сказать, и напряжение агни расатхату. Истощение говорит о том, что метаболизм нарушается со знаком минус, он не просто замедляется, а его мощности не хватает для того, чтобы сублимировать энергию необходимую для следующего уровня, ну а напряжение это некий избыточный метаболизм, который по каким-то причинам возникает, ну как правило возникает в результате прихода туда возбужденной доши и стимуляции ею определенных процессов. И если говорить об истощении, очень часто это сопутствует состоянию, когда на фоне недостатка капха-доши, которая по своим базовым свойствам наверное больше всего соответствует расе, особенно если мы берем аваламбака-капху, и на фоне избытка, который может быть в пито-доши и вата-доши. Вот в этом случае пальпируя пульсовой толчок в определенной проекции связанной с расадхату, либо видя это инструментальным методом, либо видя это клинически, все симптомы так или иначе будут формироваться на определенном фундаменте. этот фундамент будет обозначаться одним словом дегидратация, то есть обезвоживание ткани. Соответственно это влечет за собой сгущение всех остальных жидкостей внутренней среды, и в первую очередь конечно крови, потому что это верхушка айсберга, которая наиболее манифестно отражает состояние расадхату, и следствием этого будут запущены процессы изменения биохимического состава крови, которые отражают или рефлексируют изменение состояния внутренней среды всего организма, всей интерстициальной жидкости. В случае истощения это как правило связано со снижением уровня белка, как основного пластического, с увеличением количества электролитов, которые приводят к процессам возбуждения, и наоборот с уменьшением количества электролитов, которые приводят к торможению процесса И еще мы говорим о том, что истощение расадхан фактически может быть следствием того, что в результате процесса пищеварения идет недостаточное излечение праны из продуктов питания, либо в принципе недостаточное питание. Видя этот клинический кейс, вы фактически должны его разбирать с человеком, наверное, в случае питания, пытаясь понять, что не так, особенно для вегетарианцев, которые не правильно компенсируют свое питание. И очень часто у людей, которые я обследую на ведопульсе, и они являются вегетарианцами, я вижу, что расадхан у большинства находится в истощенном состоянии. Это не значит, что вегетарианство плохо, это значит, что просто нужно научиться правильно питаться, потому что это ткань, которая фактически формирует всю энергетическую основу последующих тканей нашего организма. Что касается напряжения расадхата, то, как правило, он связан напротив с избытком капхи, с недостатком ваты, что касается питания, может быть вариативным. И, безусловно, это сопряжено в том числе с избыточным накоплением жидкости в интерстиции, то, что физиологи называют гипергидротацией тканей, то, что может приводить к определенной постозности отекам. А все это является, безусловно, некоторым следствием нарушения двух системных процессов. Это водно-солевого обмена и, как следствие, изменения глино-циркулирующих кровей. Безусловно, биохимические изменения здесь будут. Они не столь характерны, как в случае истощения. Я в целом на них указываю. И при напряжении Расадхаб очень часто могут быть, это может быть косвенным признаком проблем, связанных с гомеостазом глюкозы в организме, что неизбежно приводит к нарушению толерантности сахара и по следующему развитию метаболического синдрома сахарного диабета. И к нарушению липидного обмена. Сначала не на уровне холестерина, скорее всего, на уровне атерогенных фракций липопротеинов. Посмотрите мою лекцию, где я очень подробно об этом разговариваю. Сейчас у нас нет времени остановиться. Ну и, конечно, в грубых вариантах это непосредственно холестерин. Если говорить о расстройствах Расадхаб с точки зрения клиники, как их описывают первоисточники, то расстройство Ратополата типа, это безусловно обезвоживание, это, безусловно, следствием этого процесса сухости, который, в общем-то, характерно для вата Доши, наверное, связано в большей степени с паю Пхута, то есть доминированием первого элемента ветра. Вот если вата расстройство будет идти по доминированию Акаши Пхута, то в первую очередь мы будем видеть с вами микроциркуляторные нарушения, которые будут проявляться субъективным ощущением холода. Ну и, соответственно, нам нужно будет с вами дифференцировать некий подход к лечению. Источники описывают также, что в конечном итоге хроническое расстройство Расадхаб приводит к тому, что кожа меняет свой цвет, она темнеет, появляются темные очаги на коже, особенно это с возрастом видно у пожилых людей, ну и все остальные проблемы, которые в большей степени манифестны на уровне, вот если говорить о клиническом анализе пациента, на уровне внешних его приставов. Что касается расстройства Расадхаба Попита типа, то указывается, в первую очередь, на воспалительного заболевания, на заболевания воспалительной природы, связанные с кожей. Это в более глубоком варианте экзема. И, скажем так, детоксикация Расадхаба достаточно эффективно позволяет людям, кто имеет это хроническое заболевание, это хроническое заболевание в силу определенных генетических аномалий физического тела, выходить в очень длительную ремиссию и компенсировать свое состояние. Ну, что касается капхатипа, как я вам уже говорил, вот расстройство Расадхаба по капхатипу связано с тем, что письмейкерная активность лимфангиона, лимфатической системы нарушается. Вспоминайте лекцию по капхаватотипу по застой энергию, которую вы слушали и подробно расписывали, почему это происходит. И в результате этого дренаж интерстиции нарушится, и это приводит к задержке, к накоплению жидкости, к изменению биохимического состава жидкости и к последующим проблемам, но уже связанным с капхальным вариантом развития клиники, которые в самом манифестном варианте воплощаются в виде накопления слизи в целом организма. Если говорить о каналах, которые переносят расу, то это, конечно же, в первую очередь каналы, которые связаны с переносом плазмы. И это не сосуды крови. Это очень важно понимать в первую очередь. В первую очередь это, наверное, лимфатические сосуды. А во вторую очередь это уже, безусловно, кровеносные сосуды и сердце, где есть корень, если вспомнить тот рисунок, который я вначале приводил, там прям указывается точка, в котором расовах асротос берут начало. Это левый желудочек. Если возникает нарушение, связанное с расовах асротос, то недостаток их связан с застоем лимфы и как следствие с теми процессами, которые влечут за собой застой лимфы. А напряжение, как правило, связано с блокадой асротос, блокадой недоокисленными метаболитами, в результате которого дренаж тоже затрудняется, и это тоже вызывает соответствующийся. Анонсируя лекции, мы указывали на то, что определимся с вами с некоторыми растениями, которые могут иметь связь, сакральную связь с энергетикой, ту или иную тхату. Я провел определенный анализ, вам его сейчас представлю, потому что эта информация, она не находится в широком доступе, она доступна экспертам, которые в основном работают с канонами, и очень редко указывается в канонах на какие тхату влияют те или иные растения. Поэтому это селикринная информация, на которую я потрачу последние 3-4 года своей жизни, и в ближайшее время у нас должен появиться модуль, называется фитоэнциклопедия, где всю эту информацию вы сможете получить, потому что там будут не только описания лекарственного растения с точки зрения клинической и законной фитотерапии, но и что очень важно, описание с позиции всех растений с точки зрения юридической фитотерапии, и что не менее важно, описание лекарственного растения с точки зрения китайской фармакологии, потому что только вот такой тройной взгляд на растение позволяет понять его свойства. Во всяком случае, я рекомендую вам смотреть именно таким образом. Итак, как мы уже сказали, расстройство расадхату может происходить по трем вариантам, связанным с расстройством ватадоши, питадоши и капхадоши. Поэтому недостаточно просто понять, что растение влияет на расадхату. Не так много растений могут влиять только изолированно на расадхату. Как правило, это комплексные растения, это растения с комплексным эффектным действием. Но вот ильм, это одно из немногих растений, которое как раз только влияет на расадхату, на метаболизм, на огне в расадхату. Свои свойства, посмотрите, раса матху сладкие, гумагуру тяжелые, вирия холодная энергетика. Поэтому это очень сильное слизеобразующие растения в урведе. И расстройства, которые идут у питовата, в первую очередь у ватоварианту. Несмотря на то, что энергетика холодная, достаточно неплохо им может компенсировать. Что касается следующего лекарственного растения. Я постарался в своей лекции сделать акцент на западные лекарственные растения. Безусловно, будут встречаться ирведические, даже будут в китайских встречаться. Но все-таки в первую очередь на западные лекарства, доступные в отечной сети, которые доступны вам, как фитотерапевтам, практикующим. Если вы собираете сами сырье или по каким-то другим каналам. Так вот, лопух большой, правильно сказать, корень лопуха. Он тоже обладает очень выраженным эффектом влияния на расадхад. Если мы берем терапевтическое действие, то одно из первых действий, которые описывают ирведические источники, и китайские источники, и клиническо-западная фитотерапия. Говорит о том, что лопух – это одно из немногих лекарственных растений на планете Земля, которые блестящим образом, великолепно помогают очиститься лимфатической системе в случае, если там возникают определенные проблемы. И, собственно, если возникает застой лимфы, это может предрасполагать к заболеванию, в первую очередь, по капхотипу, с последующим формированием доброкачественной метаплазии и процессом, который можно преследить дальше. Но, если мы берем семена и листья, то они имеют немного другие характеристики. Обратите внимание на пункт, который называется «особенности». И в случае корня, корень лопуха, он все-таки в большей степени нейтрально действует на вату, то в случае семян и листьев они очень сильно возбуждают вату, поэтому тут надо подходить к дифференцированию в зависимости от типа конституции человека. Прабхава, еще раз, лопуха – это то, что очень хорошо очищает в первую очередь лимфатическую систему. И еще одно лекарственное растение, которое широко известно в аюрведе – это бинва или эгломармеладная, в ее бытовом названии на русском языке. Это тоже одно из немногих растений, которое непосредственно влияет на тхату. Если вы увидите, как правило, в комплексных и аюрведических сборах, значит, оно было туда добавлено с тем, чтобы влиять на метаболизм раз от хату. Единственное, что мы видим, что профиль конституционального этого лекарственного растения усиливает ПИТ. Поэтому вектор воздействия этого лекарственного растения связан с тем, чтобы усиливать метаболизм раз от хату, что необходимо для того, чтобы изгонять оттуда аму, если она возникает. Поэтому преимущественное влияние на бинвы связано с воздействием на капхатушу за счет тех свойств, которые вы видите. Это, в первую очередь, горький, вяжущий, горячая энергетика, ну и важно, что у него острый пак. На этом давайте сделаем небольшую паузу. 10 минут перерыв, попить чая и продолжим с вами через 10 минут. Мы возвращаемся в эфир. Возвращаемся в эфир, продолжаем нашу лекцию. И сейчас мы поговорим о ракта-тхату. Ее называют второй оболочкой тела, которая формирует вторую мембрану, через которую проникает эссенция первой и дальше идет трансформация. И считается, что ракта-тхату образуется из расы. Коллеги, есть ли технические сложности? Меня слышно? Пожалуйста, напишите в чат. Еще один звонок. Спасибо, слышно меня? Хорошо. У нас небольшие традиционные сложности с скоростью интернета, поэтому периодически, если вдруг что-то возникает и меня не слышно, пожалуйста, как-то давайте знать, чтобы мы решали эти вопросы. Итак, источники говорят, что ракта образуется из расы в двух органах нашего тела, в печени и в селезенке. Очень интересное такое замечание, потому что те же источники связывают ее с кровью, как мы выясним, чуть ниже. Может быть, более правильно ее связывать с клеточными элементами крови, потому что плазма, как мы выяснили, она все-таки соотносится с ракта-тхату. Так вот, современный физиологический эквивалент ракта-тхату – это те клетки, которые у нас в крови находятся. И по большому счету их можно разделить на три большие фракции. Это фракция, которая связана с переносом праны в нашем организме, это клетки эритроциты. Это фракция, которая связана с... Большинство юридических специалистов проводят связь между функцией лейкоцитов и той квинтэссенцией, которая называется ОДЖАС. И следующая клеточная фракция – это тромбоциты, которые на сегодняшний момент по современным физиологическим являются такими вагончиками, которые переносят в крови большое количество гормонов. С точки зрения Эйрведы – это очень близко к понятию ТЭДЖАСа. Таким образом, ракта-тхату, как мы видим, благодаря этим осуществляет некий обмен этих трех концептуальных понятий – праны, ОДЖАСа и ТЭДЖАСа. Так, коллеги, меня слышно? Потому что некоторые пользователи пишут, что меня все-таки не слышно. На площадке какой-то небольшой сбой произошел. Пожалуйста, все перезагрузите вашу страницу, чтобы все у вас работало. Скорее всего, после этого меня будет слышно. Так, мы идем дальше. Итак, два полярных состояния мы также разберем. Это нарушения, связанные с истощением ракта-тхату и с напряжением ракта-тхату. Истощение, как правило, бывает на фоне высокой ваты, на фоне высокой питы. И, как правило, сопровождается капха-кшая, то есть истощенным состоянием капха-доши. Вы помните, что если мы анализируем баланс ДОЖ инструментальным методом через ведопульство, ДОЖ акшая, это когда количественное значение ДОЖ соответствует менее единице. Так вот, очень часто в виде снижения ракта-тхату у людей при таком дисбалансе ДОЖ можно предполагать тенденцию к развитию анемического состояния. В то же время, на фоне одновременно низкой питы и низкой капхи, высокой ваты, это может указывать на хроническое иммунодефицитное состояние, с одной стороны. А в более сложных случаях это может быть связано и с определенными коагулопатиями, то есть проблемами, связанными с нормальным нарушением свертанности крови. И в этом случае, в случае истощения ракта-тхату, речь идет о повышенной вязкости крови, которая возникает в результате свойств высокой ваты, которая сушит организм. Что касается напряжения ракта-тхату, то паттерн ДОЖ, который наиболее часто сопутствует этому состоянию, это высокая пита, в Ирведе даже выделяет такое состояние ракта-пита, пита-ракта, когда пита входит в ракту и возбуждает ее метаболизм. Это приводит к соответствующим изменениям. Как правило, клинические эти изменения будут связаны с различными кровотечениями, причем геморрагические диатезы будут проявляться не только на кое, которые могут быть связаны и с репродуктивной системой. Дальше, безусловно, раз это высокая пита, то это должно сопровождаться воспалительными изменениями, то в данном случае лейкоциты за это будут ответственны. И такое сочетание при напряжении ракта-тхату, в подавляющем большинстве случаев, могут указывать на существование дисгормональных проблем. Сказать однозначно, с какой железой, только на основании анализа ракта-тхату невозможно. Необходимы дополнительные анализы клинические, экспериментальные и физикальные, с помощью пульпаторного анализа других уровней, например, пульса органов. И сам факт, просто это такой маркер. О нем нужно знать, если вы видите напряжение ракту, то помимо хронического воспалительного процесса, помимо геморрагических диатезов, нужно обязательно сканировать, интервьюировать пациента на наличие эндокринологических проблем. Если говорить о источниках, то они уточняют, что расстройство ракта-тхату может происходить по вата-типу. В этом случае классически должна проявляться анемия со всеми астеническими признаками. Это гипотония, сниженное давление, слабость, кровоокружение. И очень часто в этом случае возникает аритмия, которая связана с тахиформами аритми, то есть с аритмиями, которые проявляются на фоне высокой частоты ритма. И отдельно указывается на подагру, как расстройство типичное для дисбаланса ваты, в случае, если она вовлекает в изменение метаболизм ракта-тхату. По питотипу, как мы уже с вами выяснили, клинические симптомы, связанные в первую очередь с различного рода кровотечениями, очень часто эти кровотечения могут сопровождаться на уровне желудочно-кишечного тракта, приводя к хроническому дисбиозу в кишечнике, который усугубляет всасывание токсинов и дополнительно стимулирует расстройство ракта-тхату. Следствием этого могут быть различные аллергические явления, в первую очередь, которые проявляются на уровне кожи. Это дополнительный признак расстройства ракта-тхату. И по капхотипу указывается на то, что это расстройство всегда связано с манда-агни, вялым огнем пищеварения. И если капха затрагивает ракта-тхату, то возникают проблемы, связанные с нарушением липидного профиля, гипергликемии. И редко, но у меня были такие пациенты, высокая ракта может сопутствовать проблемам, связанным с рентной гипертонией, с устойчивой к медикаментозному воздействию гипертонии, которые протекают по капховарианту. Помните себе эти признаки. Что касается каналов питающих рак, они берут начало в тех органах, где ракты образуются, это печень и селезенки, и современный физиолог Комба, конечно, скептически у виска покрутил пальцем и сказал, что ну как же так кровь разве у нас в печени и селезенки образуются? Она, по-моему, всем известно образуется в красном костном мозге. Но если мы вспомним эмбриогенез, тогда, когда эмбриогенез еще находится в теле своей матери, то действительно первичное первичное образование клеток крови происходит в печени и селезенке. И вот когда такие инсайты происходят, всегда удивляешься, откуда врачи древности тысячелетия назад, которые даже, наверное, слово эмбриогенез не слышали и не представляли, что это такое, они могли знать о том, что действительно первичная стволовая полипатентная клетка, она находилась в печени и в селезенке, затем мигрировала в костный мозг в виде комитированного предшественника, все-таки, наверное, оставшись в этих органах, а уже комитированные предшественники дают начало кроветворению в костном мозге. Это просто так, потрясающие моменты. Мы говорим о том, что есть лекарственные растения, которые имеют тропность к раку тхати. Я попытался остановиться на европейских лекарствах, растениях, которые доступны. И на Востоке очень часто в любые блюда любят добавлять лимон, делать кислый. Мне кажется, эта традиция в том числе имеет такой медицинский аспект, потому что если расстройство рак-то идет по вата дольше, и, например, как вы помните, в этом случае могут возникать искажения метаболизма, которые будут в случае ярком, манифестном приводить к подагре, к мочекаменной болезни, к различным ревматизмам, артритам, то как раз профилактическое использование лимона или включение его в терапию в этом случае дает очень хороший эффект, поскольку профиль цитрус-лимон лимона это кислый вкус и сладкий сочетание, очень удачное для того, чтобы уменьшать вату. Маслянистые качества, горячие энергетики и кислый випак все это очень сильно уменьшает вату, но возжигает питу, что естественно усиливает огонь метаболизма. Следующее растение это лодхра, очень известное юридическое лекарственное растение, входящее в состав многих юридических препаратов, если она входит, то как правило она мономодально влияет согласно источникам тока на рак-татхату, несмотря на то, что усиливает вату, очень эффективно при заболеваниях в первую очередь пита природы, который сопровождается кровоточивостью, потому что за счет своих вяжущих свойств, за счет холодной энергетики очень хорошо влияет на эти состояния. И очень известное у нас в России растение расторопшепетнистая, которое продается в различных формах в фитоаптеках. Наверное, первый раз я привожу эту формулу из нашей фитоэнциклопедии, на которой мы сейчас работаем. это растение имеет холодную энергетику, оно влияет на две ткани, в первую очередь на ракту, ослабляя в первую очередь проявление и стимуляцию агни со стороны пита-доши и капха-доши, поскольку все расстройства по пита-доши, если они возникают и связаны с рактой, они связаны в первую очередь с расстройством печени, с расстройством селезюнки, то вот расторопша она как раз великолепна за счет их фармакологических действий и терапевтических описаний действий она влияет на печень и успокаивает питу, таким образом решает все вопросы с возбуждением метаболизма в рактатхату со стороны пита-доши. Следующая тхату это мышечная ткань, у нас мамса ассоциируется с мышечной тканью и большинство людей, кто слушает о мамсе это мышца они думают что это только скелетная мышца это в принципе верно но нужно учитывать что мышечная ткань это не только скелетная мышца которая передвижение тела в пространстве осуществляет это в том числе и сердечная мышца ну и наверное в первую очередь если мы говорим о внутренних органах внутренней среди организма это гладкие мышцы внутренних органов которые осуществляют перистальтику и если возникает заболевание мамсадхату то мы их видим как спазмы со стороны полых внутренних органов которые нам сигнализируют о том что в этой оболочке тела существует определенное нарушение метаболизма которое запускает эти процессы что это за процессы в случае истощения мамсадхату как правило возникает все что связано с сатанией начиная от кишечника заканчивая и скелетной скелетной астенией в целом которая появляется как бы потеря жизни силы очень часто это происходит у пациентов с сердечной недостаточностью после перенесенного инфаркта ПИКС это постинфарктный кардиосклероз так называемая аббревиатура и встречается в основном после таких грубых патологических изменениях которые произошли в тех или иных органах например как инфаркт или какие-то воспалительные состояния в полых внутренних органов что касается напряжения мамсадхату то есть два очень важных состояния которые этому соответствуют это во-первых спазм гладкой мускулатуры как правило если вы видите пациента с напряжением мамсадхату то он может говорить о наличии у него болевого синдрома спастического генеза а еще один признак мимо которого нельзя пройти это то что в случае напряжения мамсадхату мы должны обязательно говорить о накоплении ама вообще скелетная мускулатура является одним из двух главных мест где ама очень любит накапливаться и если говорить о мышцах то их в принципе аму достаточно с одной стороны просто с другой стороны не просто оттуда извлечь вот в июрведе разработана целая процедура которая включает пять действий помните панчатармы многие масляные процедуры воздействия на кожу как раз направлены на то чтобы воздействовать через кожу на шроты которые связаны с мамсой с мышцей где могут находиться ама и таким образом ее отдавать перемещать и выводить источники говорят о том что расстройство мамсадхату может протекать по одному из трех базовых типов по ватотипу это всегда все расстройства которые идут с неврологическим контекстом и со спазмами по питотипу это воспалительные природы расстройства начинает миозита заканчивая ревматизмом и очень часто фурункулы это такой прорыв если можно так выразиться амы из мышцы наружу который очень манифестно говорит о расстройстве мамсадхату и необходимости глубокой детоксикации в целом мышечной оболочке а по капхотипу это развитие доброкачественной метаплазии как правило связанная с мышечной метаплазией то есть в основе лежит трансформированная мышечная клетка и в тех органах где гладких миоцитов нету исцелительно тканных элементов могут формироваться кисты если это расстройство мамсадхату по капхотипу шроты берут начало снабжающие мышцы в коже и связках именно поэтому масляные процедуры достаточно эффективно могут воздействовать на мамсадхату и есть некоторые растения которые очень эффективно влияют на эту ткань очень часто мы привыкли слышать что ашваганха очень знаменитое лекарственное растение в аюрведе используется в основном при таких неврологических заболеваниях и заболеваниях с неврологическим радикалом но будучи в Индии мне удалось общаться с не поверите с аюрведическими спортивными врачами и они говорят о том что витания снотворная или как его на западе называют индийский женьшень он великолепно лучше всех лекарств влияет на улучшение кровоснабжения мышечной ткани повышение тонуса и они рекомендуют своим атлетам и спортсменам принимать витанию снотворную мы видим что действительно по аюрведическому профиле витании снотворной мам состоит на первом месте и такие состояния нарушения мам садхата которые связаны с латой и капхой души витания снотворная легко решает за счет свойств которые вы видите выше в том числе и давая отжиз что необходимо терминали арджуна это растение которое по своей прабхаве является одним из самых лучших тоников для сердца особенно у людей с заболеваниями сердца протекающих по пита варианту за счет того что она холодная и первичный в курс вяжущий все остальные вторичные качества может быть менее подходящие к пите за исключением рукша терминали арджуна очень хорошо очищает мышцу сердца поэтому великолепно известны ее воздействия и на липидный спектр потому что очищаются не только мышечные клетки но и сосуды где формируются холестериновые бляшки что касается растения которые которые можно использовать в случае капхорасстройств при мышечных заболеваниях то самое пожалуй известное иллювидическое лекарственное растение это бальзамовое дерево или гу-гу на санскрите которые имеют широкий спектр воздействия на различные тхату но одно из самых сильных это мамса тхату и его используют в большинстве прописей и линементов для лечения ревматизма артритных состояний и так далее он обладает горячей природой и состояние сырости и ветра это состояние амы мышечной ткани с точки зрения аюрведы очень прекрасно лечит избавляя пациентов от болевых синдромов следующая ткань это жировая ткань на санскрите медос и с точки зрения физиологии и с точки зрения аюрведы медос является основным хранилищем нашей энергии в нашем организме и обращаясь к физиологии мы должны сказать что главным гормоном управляющим энергетическим обменом по современным воззрениям является гормон лептин который антагонистичен к инсулину поэтому их баланс очень часто определяет развитие инсулино-резистентности тканей который антагонистичен определенным фолликулогонодотропным в целом гормоном так их назовем поэтому нарушение жирового обмена очень часто сопрягается с нарушением в реального цикла но в то же время синергетичен допустим с некоторыми гормонами глюкокортикоидного ряда что в целом вводит его в группу гормонов являющихся так скажем группа гормонов которые формируют риск к развитию сердечно-существ заболевания вот когда мы видим нарушение медос тхату это всегда эндокринопатия всегда какое бы расстройство не было и всегда в этой эндокринопатии вовлечен липтин именно поэтому мы о нем немножечко поговорили чтобы нам в целом знать некий современный эквивалент агни тхату в жировой ткани регуляторная компонента метаболизма она безусловно будет связана с гормоном лептин заболевания могут протекать патологические состояния как по вата типа так и по смешанным вариантам но в случае истощения на фоне вата конституции это всегда некая энергодепрессия связанная с истощением метаболических запасов и в случае капхапита здесь возникает такая реверсия которая провоцирует гипертиреоидные состояния в случае фитокапхатипа очень часто у людей есть сопутствующий метаболический синдром на фоне оппозиции лептина к инсулину при напряжении меда стхату это напротив усиление процессов анаболизма то есть это не значит что если напряжение вы видите особенно по индексам ведопульса это не значит что человек должен быть жирным это говорит о том что напротив усиливаются эти процессы это также может быть связано с метаболическим синдромом но инсулинорезистентность возникает немного по другому патофизиологическому механизму связанному с сдвигом образования энергии уже не из глюкозы а из жирных кислот и в случае капхорасстройства это часто очень бывает связано с косвенными признаками гипотириоза либо аутоиммунных состояний сопровождающих заболевания щитовидной железы в виде аутоиммунного гипотириоза источники также дифференцируют расстройства меда тхату по трем вариантам это ватотип питотип и капхотип ватотип связывает обратите внимание не столько с самой жировой ткани сколько с проблемами на уровне суставов потому что считается что нарушение состояния жировой ткани неизбежно влечет за собой нарушение состояния синвиальной оболочки потому что это следующая ткань которая меда передает квинтэссенцию энергетическую что касается пито расстройств то васанплат он указывает на то что очень часто расстройство жировой ткани по питотипу сопровождается заболеваниями почек потому что почек это называемый меда орган ну и действительно если посмотреть морфологию органа то он окружен очень выраженной прослойкой жировой ткани которая подвешивает как бы удерживает почки и в случае ее истощения возникает птос то есть опущение и соответственно жировая ткань которая расположена около почек с точки зрения физиологии оказывает очень сильное воздействие со стороны биологически активных веществ которые региональным кровотоком они достигают почек этот процесс слабо изучен современной физиологии но юрведа об этом говорит я уверен что мы сможем найти определенное обоснование по капхотипу вновь это доброкачественная гиперплазия в данном случае уже гиперплазия будет затрагивать не мышцы как в прошлом случае а дипоциты то есть это будет различного рода жировики это будут фибромы связанные с жировой тканью это будут соответствующие кисты которые имели отношение к нарушению блокаде шроты в результате чего возникала киста на уровне жировой ткани и очень часто это может сопровождаться в терминальном варианте формирования камней соответствующих полых органов шроты которые питают медас тхату берут начало обратите внимание не столько в почках а сколько в жировой ткани которая окружает почки и в сальнике сальник это одно из самых больших скоплений жировой ткани в нашем организме на сегодняшний момент сальник рассматривают очень большим мощным эндокринным органом который оказывает воздействие на липидный обмен и принимает участие в патогенезе метаболического синдрома соответственно есть растения которые могут влиять на метаболизм в медас тхату если нарушение состояния медас тхату жировой ткани идут по вата типу то наверное одним из самых лучших лекарственных растений которые при этом можно использовать это индийский кунжут потому что он имеет прямое описанное в источнике воздействия на эту ткань он великолепно ослабляет вата дожжи за счет своих качеств горячей энергетики сладкого випака маслянистых тяжелых свойств и первичного сладкого вкуса и соответственно включают индийский кунжут вы знаете что входит в состав различных масляных формул которые пользуют заболеваниях связанных с нарушением трофики синовии костной ткани которые являются следствием нарушения метаболизма жировой ткани согласно аюрведе если заболевание вовлекающее медос тхату протекает по питотипу то есть прекрасное юридическое лекарственное растение это нин который вы наверняка знаете используете в своей практике за счет своих свойств он имеет прямое воздействие на эту ткань нашего организма в первую очередь решая вопросы с заболеванием пупита души в том числе и по капхадуши если расстройство медос тхату происходит по капхаварианту то одним из самых эффективнейших растений по мете это себе является кончинар или булгиня пестрая которая входит в состав большинства формул позволяющих избавиться от кистозной метаплазии которая возникает неизбежно вот при таком сочетании конституциональных особенностей и патофизиологических процессов жировой ткани считается что его прабхава это очищение лимфатической системе но в первую очередь в медос тхату таким образом детоксикация медос тхату следующая ткань ее ассоциируют с костной тканью на санскрите она обозначается как астхи тхату современное представление безусловно нас привязывает к межклеточному матриксу костному в том числе клеточному матриксу который определяется сложным взаимоотношением трех главных популяций клеток костной ткани это клетки которые фактически являются основой кости остеоциты это клетки которые синтезируют межклеточный матрикс остеобласты и клетки которые напротив способствуют резорции то есть разрушению костного матрикса остеокласты вот их очень сложное взаимодействие формирует метаболизм костной ткани или агни астхи тхату нарушение нормального функционирования этих клеток неизбежно влечет за собой нарушение нормального функционирования и астхи тхату в случае истощения астхи тхату если вы видите по индексам инструментального анализа или при пальпаторном анализе или клинически можно в принципе с большой вероятностью говорить о наличии такого человека склонности к остеопении то есть к нарушению качественного состава минерального матрикса кости которое неизбежно в случае если его не компенсировать будет приводить к остеопорозу и мы в целом говорим о том что это заболевание как правило носит эндокриногенез это невоспалительные заболевания суставов артрозы и последующие дегенеративные изменения которые сопровождают пожилой возраст в случае напряжения астхи тхату мы говорим о воспалительных заболеваниях костной ткани это уже не артрозы а артриты в таких крайних вариантах это уже непосредственно разрушение костей остеомиелиты но крайние варианты которые описаны и напряжение астхи тхату всегда возникает при травматических повреждениях причем в том числе и при микротравматических повреждениях которые например сопровождают профессиональных спортсменов людей кто занимается активным спортом айрведа говорит о том что дисфункция астхи тхату протекает по одному из трех вариантов вата типу это всегда дегенеративные изменения связанные с сухостью суставных поверхностей и склонностью к остеопении которую можно заподозрить на более раннем этапе по состоянию ногтей их ломкости и по состоянию волос из хрупкости и выпадению если это существует мы говорим о том что скорее всего это связано с расстройством астхи тхату но не всегда именно по вата типу потому что и при питотипе дисфункции астхи тхату тоже может быть достаточно выраженное выпадение волос связанное с нарушением минерального состава костного матрикса и без компенсации соответствующего минерального состава не только со стороны кальция но и со стороны других микроэлементов например железо компенсировать это состояние достаточно сложно по капху типа дисфункция тоже может протекать она протекает с некоторой отечностью сказать о накоплении слизи в кости достаточно сложно но в целом некой отечностью которая происходит в сосудистой системе костной ткани это может приводить к застойным явлениям формированием определенных остеонов особенно если поверхность кости хронически травматизируется и деформация неправильное развитие костной ткани тоже очень часто ассоциируют с капхорасстройствами потому что они происходят как правило в детском возрасте шроты которые питают аст-хит-хату они начинаются в жировой ткани очень интересное такое упоминание о связи как раз метаболизма жировой ткани и состояние костной ткани и повлиять на эти шроты достаточно сложно потому что они расположены глубоко но не с точки зрения глубины где-то там далеко а с точки зрения того что прямых механизмов влияния на них нет это только косвенные механизмы влияния растения которые оказывают влияние на состояние аст-хит-хату я также разбил на три группы это растения влияющие на заболевание аст-хит-хату которые провоцируются ватадошей и одним из частых ингредиентов большинства смесей специй в Индии является феррулопахучий лясофитида которые как раз способны влиять на ватт и капхатушу увеличивая питу выжигая огни таким образом профилактируя расстройства связанные с аст-хит-хату мы видим что феррула она влияет на многие ткани и в том числе на костную ткань расстройства по питотипу есть прекрасный наш западный аналог аюрведических лекарственных растений которые тоже могут влиять на аст-хит-хату в случае пита расстройства это окопник лекарственный давайте посмотрим на его качество потому что окопник хорошо описан именно доктором Атрея Смит имеет вяжущий сладкий вкус это тяжелые маслянистые качества холодная энергетика соответственно сладкий випак все это в целом очень хорошо влияет на пито душу но за счет качеств тяжести маслянистости в меньшей степени уменьшает вату даже больше может быть к нейтральному действию и широкий спектр воздействия на ткани раса раса рак там амса и астхитхату о которой мы сейчас говорим эффективно можно использовать окопник если есть воспалительные состояния состояние связанное с кровотечением состояние связанное с сопутствующими другими заболеваниями не только вкусной ткани возьмите на вооружение это себе лекарственное растение если расстройство астхитхату протекает по капхотипу то наверное лучше лекарства не найти это шиладжит на санскрите или мумио которая обладает хорошим минеральным составом и за счет своих качеств горячей энергетики острого випака острого первичного легких качеств и влияние на астхи она внушит все проблемы которые могут быть вызваны в этой ткани из-за каши манджатхату манджатхату если мы посмотрим на источники достаточно сложно трактуется с одной стороны там указывается на то что она связана с нервной тканью с другой стороны указывается на то что она имеет отношение к костному мозгу анализируя эти источники мы говорим о том что разделить это достаточно сложно однако большинство описаний лекарственных препаратов когда приводит тот факт что лекарственное растение влияет на манджатхату то в первую очередь они указывают на влияние на нервную систему и если говорить о нервной системе то манджатхату правильнее с физиологической точки зрения ассоциировать в большей степени не с самими нервными клетками а с клетками которые находятся в нервной системе но окружают эти нервные клетки такие клетки получили название глиальные клетки от греческого слова глея клей есть несколько типов таких глиальные клетки так вот метаболизм этих глиальных клеток он определяет нормальное функционирование нервной ткани если метаболизм или акни манджатхату этих глиальных клеток нарушается это влечет за собой и соответствующие неврологические изменения что касается расстройства манджатхату то поскольку мы говорим одновременно и о костной ткани и о нервной ткани то мы должны указывать расстройство обоих этих гистологических тканей и в случае истощения манджатхату есть прямое указание на то что в нашем организме пациента с такой проблемой возникает снижение потенции со стороны стволовых клеток которые разлетаются по всему нашему организму и как заплатки пытаются восстановить разрушенную ткань того или иного органа очень сложное такое состояние но мы знаем кстати что стволовая клетка она обладает способностью транс дифференцироваться практически да не практически а в любую клетку нашего организма и в целом вот фиксация признаков истощения маджетхату может говорить о том что это очень тяжелые какие-то эпизоды на жизни связаны с какими-то заболеваниями которые необратимо фиксируют шрамы на физическом теле в виде каких-то искаженных метаболических процессов с одной стороны а с другой стороны истощение маджетхату может говорить о нарушении состояния глиальной ткани недавно был семинар в Голландии был доктор с Бельгии который курирует пациентов с рассеянным склерозом и он говорит вы знаете у них у всех повально низкие индексы маджетхату я только теперь понял что маджетхату связано с глиальной тканью которая одни из клеток которых образует миелиновую оболочку у пациентов с рассеянным склерозом как раз одним из точек патогенеза это разрушение миелиновой оболочки что лишний раз указывает на то что с современной точки зрения маджетхату в первую очередь связано с этими глиальными элементами что касается напряжения маджетхату то мы говорим о том что пул комментированных предшественников стволовых клеток нам состоит регенеративная потенция увеличена но это не есть хорошо на самом деле это указывает на то что этот регенеративный потенциал может очень быстро расходоваться а его расходование ведет к необратимой старости потому что количество циклов деления этих стволовых клеток оно генетически запрограммировано и для текущего периода развития человечества оно определяет тот период времени сколько мы живем в пределах 80-120 лет это с одной стороны с другой стороны поскольку мы говорим что маджетхату связано с нервной тканью то очень часто оно сопровождает стрессовое напряжение но что собственно говоря синхронно с вышеуказанным тезисом и в случае истощения маджетхата мы говорили о дегенеративных изменениях в случае напряжения маджетхата это могут быть воспалительные изменения в реальных клетках поддерживающих нервные клетки эти воспалительные изменения могут часто проявляться различными полинеэропатиями источники аюрведические разделяют дисбаланс дисфункцию метаболизма маджетхату по трем основным типам вата тип это вся неврологическая все неврологические болезни которые возникают в том числе в случае каких-то нарушений мозгового кровообращения по питотипу это воспалительные заболевания нервной системы и очень часто с демилизирующим компонентом и по капхотипу это доброкачественные изменения глиальной ткани с формированием различных опухолей нейрофибромного генеза шроты которые питают маджетхату как мы уже выяснили в виде последовательности передачи эссенции они берут начало в костях поэтому от состояния костной ткани считается зависит и состояние маджетхату и есть растения которые очень эффективно влияют на маджетхату одним из таких монорастений которые влияют только на одну ткану в источниках описывается аир мы видим что в большинстве неврологических прописей июрведических всегда присутствует аир в комплексных прописях и это может вызывать некое недоумение у клинического западного фитотерапевта который привык что аир болотный обладает только усиливающим секрецию желудочно-кишечного тракта лекарственным растений но аир говорит о том что пропхава этого лекарственного растения это омоложение нервной системы прояснение нервной системы за счет своих качеств аир очень эффективно влияет на расстройство маджетхату по капхавату варианту еще одно лекарственное растение которое есть в аптечке в каждом доме это валериана лекарственная имеет тоже пропхаву связанную с омоложением нервной ткани ее пропхаву описал доктор Атрея Смит и если валериана лекарственная в большей степени влияет на вата дошу то валериана индийская валериана величия но в большей степени влияет на капхадошу но обе эти валерианы очень великолепно влияет на маджетхату за счет своих качеств и конечно же в первую очередь на тот компонент маджетхату который связан с нервной системой а вот если маджетхату обувлекается со стороны питадоши то пожалуй лучший препарат лучше растение не найдешь это пустырник сердечный его качество холодная энергетика горький первичный вкус прекрасно успокаивает питадошу и может использоваться для красаяна для улучшения маджетхату его прабхава это балансирование сердца в данном случае сердце не как органа который как бы связан с мам садхатой а сердце которое регулируется нервной системой балансирование сердца связано именно с влиянием на процесс регуляции деятельности сердца людей спитой конституции поэтому его так очень любят и в народной медицине у нас осталась седьмая ткань это шукра тхата с позиции эрведа считается квинтэссенцией всех тканей которые формируют оджиз и с точки зрения современных представлений она связана с понятием семя сперматозоиды если говорить о мужском организме яйцеклетка если говорить о женском организме если возникает состояние истощения шукра тхату истощение метаболических процессов истощение агни шукра тхату это всегда сочетается с функциональной недостаточностью семя то есть у мужчин есть при функциональных тестах слабость оплодотворяющей способности сперматозоидов они становятся вялыми это может приводить к неспособности зачатию связанные не с женщинам а с мужчиной ну и конечно истощение шукра тхату постепенно происходит с возрастом начиная примерно с 45-50 лет сопровождая климактерические процессы как мужского так и женского организма что касается напряжения шукра тхату то нужно обязательно спрашивать нету ли мензоса если вы обследуете женщину потому что очень часто это может возникать вот в эти периоды и обращайте внимание что напряжение шукра тхату сопровождает различные репродуктивные заболевания которые разделяются по трем классическим вариантам вата пита капхотипу по вата типу санклат описывает что если вы диагностируете пульсовой толчок связанный с шукра тхату с гати вата пульса то и при этом есть выраженная аномалия в пульсе соответствующего органа это может указывать на удаленный орган со стороны репродуктивной системы при этом в пульсе органов возникает аномалия как правило в пульсовом толчке связанном с тройным обогревателем что касается заболеваний по питотипу то это воспалительные заболевания репродуктивной системы ну а по капхотипу это доброкачественные изменения в репродуктивной системе как у мужчин так и у женщин каналы которые питают шукру берут начало в герминативной ткани то есть той ткани которая образует семя ну и у женщин берет начало в матке лекарственные растения которые влияют на состояние этой ткани вот одно из самых лучших лекарственных растений китайской медицине которые даже называют женский женьшень является китайский дудник ангелик осененсис кондициональный профиль я его привожу впервые он описан доктором апрея смит и несмотря на то что он имеет сбалансированный профиль влияние на все три души на вату душ он влияет в наиболее выраженной степени за счет своих горячих свойств сладкого випака первично сладкого вкуса поэтому при всех дисгормональных заболеваний по вата типу он используется как в китайских прописях и он включен в некоторые юридические прописи если шукра тхату вовлекается со стороны пита доши то из отечественных лекарственных растений самым лучшим рассоянной для этой ткани является всеми нами любимая малина обыкновенная но только не ягода а лист малины потому что он обладает прикрашенным первично вяжущим вторично сладким вкусом холодной энергетикой сладкой випакой и прекрасно уменьшает питу и на состояние питы связанное с шукра тхату поэтому при всех репродуктивных расстройствах питотипа может использовать в том числе при расстройствах которые сопровождаются кровотечениями потому что за счет вяжущих свойств он хорошо их предотвращает если заболевание шукра тхату связано с капхадоши то конечно нужно в определенной степени оказывать некие стимулирующие воздействия и одним из самых известных в мире лекарственных растений в этой сфере является йохимби который продается в любой аптеке его можно использовать является прекрасным афродизиаком про пхаву его не описано но скорее всего она связана с шукра тханию и все эректильные дисфункции все проблемы связанные с застоем в репродуктивной системе он очень прекрасно лечит потому что одно из доказанных свойств позиции клинической фитотерапии то что он сильно увеличивает кровоток и микроциркуляцию в репродуктивных органах ну и в заключение еще пару слайдов что называется вам в копилку знаний помимо прямого влияния на души в случае дисбаланса тхату можно влиять и на более тонкие эссенции которые формируют тхату это любая тхату она осуществляет свой метаболизм за счет наличия и праны и тэджиса и для поддержания вот этих тонких эссенций есть определенные формулы которые дают знаменитые врачи и их можно рекомендовать ваш есть растения которые оказывают влияние на все 7 тхату это уникальнейшее растение и если у вас есть сложность выбора растений сложностью понимания патогенеза с какой-то уникальное растение которые видите перед своими глазами это солодка я неоднократно задавался вопросом почему солодка входит практически в каждый комплексный фитосбор в китайской медицине потому что как оказывается она является ключом к действию многих лекарственных растений за счет того что этот ключ открывает доступ к огне всех мидхату это амалаки и харитаки которые входят в состав очень известного юридического лекарственного растения это шатавари всеми любимая у нас в среде посмотрите это имбирь как сухой так и свежий имбирь ну и если брать нашу сибирскую аптечку если брать наши западные травы то это женьшень который также оказывает влияние на все семь тхату на этом эта часть лекции закончена я благодарю вас за внимание и у меня еще есть несколько так я попрошу моих помощников помочь мне загрузить все я загрузил на площадку еще одну лекцию она буквально из двух трех слайдов состоит не пугайтесь мы запустили на сайте нашей юридической ассоциации реестр действительных членов с тем чтобы к нам очень часто обращаются пациенты в ассоциацию с просьбой помочь им в решении различных проблем знаете что у нас существует три вида членство это наблюдательное консультативное это действительное действительное членство мы даем только тем специалистам кто по-настоящему проверен что называется в бою и за их качество мы наручаемся поэтому можете посмотреть как это работает и те из вас кто планирует получить действительное членство могут в этот реестр но пока на сегодняшний момент действительными членами ассоциации становятся люди имеющие высшее медицинское или среднее медицинское образование которые прошли соответствующее образование по базовым основам аюрведа профессора Суботявова в некоторых редких случаях мы даем действительное членство специалистам которые заслужили кредит доверия многолетней практикой большим клиническим опытом в области юридической медицины и для того чтобы в реестре найти соответствующего специалиста и написать ему письмо с просьбой помочь в решении каких-то проблем есть очень простой скрипт который имеет форму в которой пациент оставляет анкетные данные анкетные данные приходят нашему специалисту в ассоциации он связывается с действительным членом и в случае если действительный член желает оказать услугу этому человеку мы связываем их напрямую таким образом потенцируем определенный маркетинговый спрос на ваши услуги также я хотел проанонсировать что 14 ноября у нас состоится вебинар исполнительного директора национальной аюрведической медицинской ассоциации Соединенных Штатов это Хилари Гаривалтис который является не только юристом но и практикующим специалистом и она расскажет много интересных фактов о развитии аюрведов в Соединенных Штатах я приглашаю вас обязательно на этот семинар мои помощники забыли поставить слайд что 27 октября на следующей неделе у нас будет вебинар который будет проводить доктор Нитина Гравал президент компании Блис аюрведы он расскажет нам о аллергических заболеваниях связанных с нарушением процесса пищеварения в желудочно-кишечном тракте эта лекция будет очень прагматичная и интересная для вас пожалуйста посещайте потому что для всех членов ассоциации все эти вебинары бесплатные и в Италии есть несколько юрведических ассоциаций одну из них вы прекрасно знаете аюрведик пункт который возглавляет доктор Антонио Маранди ну вот там есть еще одна ассоциация которая возглавляется доктором Бордвей и она будет нам читать вебинар в ноябре второй половине сейчас мы дату согласовываем этот вебинар будет посвящен вопросам беременности и аюрведы я думаю тоже очень интересный вебинар который будет всем вам полезен так теперь давайте посмотрим если у вас вопросы так Игорь спасибо за отзыв я надеюсь что вы сможете оставить традиционно в нашем портале если вам показалось лекция интересная мы также ждем от вас пожеланий и рекомендаций с точки зрения дальнейших тем которые может быть вам интересны и мы будем стараться их безусловно развивать я напомню о том что для всех членов ассоциации мы сейчас пытаемся сформировать уникальную возможность по обучению в аутентичных традициях непосредственно в Индию высококлассных специалистов и вашими молитвами я надеюсь в семнадцатом году мы уже сформируем группу которую повезем для того чтобы эту практику пройти с выдачей соответствующих сертификатов уже со стороны образовательных учреждений Индии благодарю вас за внимание ждем вас на следующих наших вебинарах всего вам доброго до свидания